Поддержка педагогических кадров, в том числе повышение качества образования в Северной Осетии. Эта тема стала ключевой на заседании проектного офиса под председательством Вячеслава Бетарова. Главе республики рассказали, что на базе одной из городских школ создаются химико-биологические классы для тех, кто намерен связать жизнь с медициной. Подробнее Марина Караева. Мы будем говорить о флоре и форме красивых детей. Важно повышать качество образования в республике и особенно уделить внимание молодым кадрам. И в этом направлении работа ведется. О том, как готовят будущих педагогов, рассказала временно исполняющая обязанности ректора СОКПИ Алана Гагиева. По ее словам, реализуется проект по нескольким направлениям. Система классного вожатства, наставничество, педклассы. Они, к слову, теперь будут функционировать не в пяти, а в 20 школах республики. Естественно, модель нам пришлось изменить и подключить педагогов образовательных организаций, чтобы они вели занятия в педагогических классах. Мы определили расписание, обучили этих педагогов, то есть провели курсы повышения квалификации, дали готовую программу. И периодически расписание построено так, что два раза в неделю занятие ведется самой школой, вернее, в месяц, другие два, две недели занятия ведется преподавателями СОКПИ и РИПКРО. То есть выезжаются с мастер-классами педагоги и сквозь призму предмета показывают преимущества педагогической профессии. Также в СОКПИ утвердили контрольные цифры приема абитуриентов на 2021-2022 учебный год. Планируется принять 130 студентов. Вячеслав Бетаров отметил, что необходимо уделить внимание выпускникам районных школ. Здесь надо, наверное, нам предусмотреть и, может быть, целевые места для районов, чтобы в сельские школы мы готовили кадры. И они, конечно, должны достойных выбирать. Действительно, те, кто хотят стать учителями потом. Также в республике создают условия для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной. На базе 27-й школы работают химико-биологические классы. Программа насыщенная. Представители Всероссийского общественного движения, волонтеры-медики, регулярно проводят открытые уроки. Действуют дополнительные кружки по химии и биологии, которые организовывают преподаватели СОГУ и СОГМА. Также приобрели необходимое оборудование. Дети в этом классе, они не только мотивированные к изучению этих предметов, но они и уже сейчас начинают предопределяться в будущих профессиях. Кто-то из них уже, несмотря на то, что это еще пока маленькие дети, мечтает стать врачом. Кто-то из них хочет стать микробиологом. Кто-то хочет, вот как Тамик Дзагоев, о котором был сюжет, палеонтологом. Кто-то хочет быть, допустим, сельскохозяйственным работником. То есть, в любом случае, выбор будущей профессии так или иначе связан с химией и биологией. На совещании обсудили вопросы подготовки и журналистских кадров. Профильные ведомства разрабатывают дорожную карту по этому направлению. Вячеслав Бетаров поручил особое внимание уделить на подготовку молодых специалистов и повышение квалификации тех, кто уже работает в этой сфере. По его словам, важно повышать престиж профессии журналиста, укреплять материально-техническую базу и содействовать в продвижении журналистского продукта на внешний рынок. Допустим, к 1 апреля, я думаю, что достаточно времени, чтобы все это обсудить, провести круглые столы, необходимые обсуждения и в конце концов договориться. И уже в апреле месяц на заседании провести, обнести изменения в программу, изыскать бюджетные средства к тому времени, к самому делу, и запустить программу в реализацию. На повестке дня и проект развития службы анестезиологии, реаниматологии. Министр здравоохранения Тамерлан Гугичаев рассказал, что сформирована группа специалистов, которые в дальнейшем будут повышать квалификацию на базе Северо-Кавказского многопрофильного медцентра. Вячеслав Бетаров подчеркнул, что республика готова полностью финансировать закупку самого современного медицинского оборудования для того, чтобы создать все условия как для пациентов, так и для медперсонала. Марина Караева, Хеток Гопоев, Новости Осетии.